здравствуйте хочу сегодня представить такой мини обзор флип флип кейсов для аппарата samsung galaxy note 3 рассмотрим их вес одним чехлом я уже пользуюсь около месяца другой только что пришел чехлы дешевые этот стоит около 120 рублей 120 130 рублей и 2 тоже в пределах такой же цены все необходимые ссылки будут под видео вот этим чехлом я уже пользуюсь месяц как видно здесь конечно есть царапинки стекло здесь заляпывается ну вернее пластик с ее здесь конечно не работает потому что здесь нет датчика для этой функции то есть света функция когда в этом окошке и высвечивается специальная необходимая информация которую можно управлять прямо на экране то есть мы заходим допустим настройки повышаем повышаем чувствительность аппарата здесь повысить чувствительность и у нас получается можно будет пользоваться через вот это окошко всеми необходимыми функциями датчика нету поэтому здесь ничего не работает просто посмотрим вот этот как чехол себе ведет течение месяца вроде ничего не облупилась не обшарпалась здесь немножко видно здесь что-то обшарпалась не знаю как оригинально себя ведет но крышка частенько отгибается здесь тоже ничего ничего пока никаких трещинок нету здесь видны царапинки нас надпись такая samsung не очень конечно хорошая но в принципе есть да есть вот посмотрим сейчас вес сколько весит аппарат правда он у меня здесь вместе идет с ресивером для беспроводной зарядки будем использовать и такие обыкновенные кухонные весы посмотрим сколько аппарат сейчас весит он просто с оригинальной крышкой так что то мне тут показывает уже один грамм сейчас бросим их 202 грамма это вместе с ресивером сейчас посмотрим сколько весит он просто с оригинальной крышкой так вернее сейчас я ресивер убрал и смотрим сколько сейчас весь наш аппарат 198 грамм где-то 7 грамм на который я делал уже обзор это он весит от ресивер в принципе немного он добавляет посмотрим сейчас оригинальную крышку сколько аппарат висит с картой памяти с микросим все конечно есть обзорах можно просто для сравнения 167 грамм вместе микросиде вместе с микросиде и мини sim карты так а еще вот такой чехол у меня есть мелким тоже посмотрим чехол качественный правда носила его немного думаю буду пользоваться им еще здесь такая рифленая поверхность все разъемы видно все классно снизу конечно не прикрытых но пользоваться удобно очень что аппарат такой ухватистый становится не скользкий сейчас все разбросим весы 188 грамм 167 и 189 грамм вместе с этим чехлом убираем этот чехол переходим по переходим по ссылке вот она я заказывал этот чехол съебай здесь два два окошка для того чтобы управлять посмотрим как все это работает на самом деле это его еще не распаковывал не до стараюсь сейчас приходит по ссылке делать видео первую распаковку так далее смотрю немножко запах есть конечно этой пластмассы надпись такая конечно все дешевенько так вот здесь я думаю вот эти наклейки можно сейчас убрать чтобы управлять нашим аппаратом я как понимаю здесь тоже убирается так все сделано интересно так а тут у нас тоже наклейка скорее всего есть вот все наклейки убрали то есть отсюда и отсюда снаружи тоже была наклейка сейчас посмотрим здесь уже здесь какая-то наклейка была я просто не заметил нет здесь просто сразу пластик идет вот и но и здесь если сравнить тоже такая бархатистая поверхность приятная на ощупь здесь тоже самое так и что у нас смотр посмотрим как изнутри все здесь у нас скорее всего это для датчика есть окошечка но вернее вот эти разъемчики для с ю датчика то есть можно его отдельно выписать поставить как бы лучше конечно выписать сразу чехол вместе с с ю то есть дешевле даже выйдет вот так смотрим здесь внешний вид сзади если сравнить с этим чехлом ну что-то похожее материал такой похожий какой-то такой пластик конечно не самый лучший здесь у меня какая-то вот вмятинка интересная косяк какой-то не знаю может быть это вдавится со временем так теперь смотрим сколько чехол сам весит сравним два чехла 41 грамм тоже 41 грамм интересно сколько нилкин 21 грамм то есть это два раза больше получается весит ну и сейчас примере у нас чехол посмотрим как он работает выбираем оригинальную крышку не ставим то что выписывал вроде все защелкивается конечно здесь получше чем на ноты первом ноты первые у меня есть тоже вот именно то что защелкивается все здесь как-то получше но внутри вот так он выглядит смотрим это конечно все заляпывается у нас все это дело вот видно число все необходимые функции оказывается он еще и работает так почему-то кнопка нажимала сейчас а вот сверхчувствительность даже сенсорной кнопки работает через через этот потому что сверхчувствительность повысил интересно можно листать то есть через этот чехол как-то пробивает все таки чувствительность есть у сенсора так если положим что он везде за за нажимался интересно если убрать убрать сверхчувствительность сейчас посмотрим убираем чувствительность конечно же уже это все пропало сейчас попробуем сделать вызов как это будет выглядеть все в этих окошках но все делаем вызов сейчас с такого простенького аппарата так и можно ли сбросить можно сбросить то есть все работает отлично сейчас еще раз проверю вот как все выглядит то есть вот он звонок идет нужно либо ответить либо сбросить есть вся необходимая информация сбрасываем звонок даже без того что он чувствительный не чувствительный да вот этот только косячок конечно омрачает всю покупку эту можно сказать мелочь не мелочь это разгладиться может быть не знаю это клей как-то так попал интересно смотрим сколько весит в чехле аппарат 200 грамм вместе с чехлом 40 грамм он прибавляет если вот такой обзор еще должен прийти мне чехол вместе с функцией с ее будет окошко такую это уже будет отдельный обзор посмотрим как стилус остается можно ли тут дать вот заметку даже заметку что-то можно здесь написать даже такое интересно стилус кстати пробивает хоть и на не чувствительный можно даже через стилус вернее через вот это окошко через крышечку что-то написать так писать то наверно только снизу или сверху придется посмотрим сейчас вот так можно писать так это тоже удалим так хоть сенсорный не чувствительный можно управлять оказывается через но через вот эти окна интересно то есть там получается вот эта пластинка сама вот можно разблокировать она как бы близко приближается вот к экрану если вот так посмотреть на этот через этот чехол уже так невозможно управлять посмотрим сейчас сверхчувствительность сделаю что погода нажалась это вот стилус значит а стилус как-то пробивает через проводник открыли можно листать стилус работает через через окошко палец уже принципе палец тоже работает здесь уже не доходит в принципе здесь работает тоже здесь немного не пробивает для этого аппарата я убрал сверхчувствительность и в принципе даже и так работает сенсор внизу не работает не отвечает в принципе так как все их надо вот здесь здесь есть поднижение то есть для того чтобы ответить или сбросить звонок здесь стекло просто над поверхностью значит возвышается вот такой обзор будем ждать следующий чехол это будет другой обзор всем спасибо пока но и Продолжение следует...